Большинство людей, имеющие загородные участки, не понимают, зачем им нужен ландшафтный проект. Они считают, что это лишняя трата денег. Однако мы считаем, что проект благоустройства, выполненный грамотным ландшафтным дизайнером, имеющим профильное образование, опыт работы в проектировании и в реализации проекта, может превратить участок в произведение искусства. В этом видео мы расскажем основные этапы проектирования. Вы поймете, что создать красивый функциональный участок без ландшафтного проекта практически невозможно. С вами ландшафтный дизайнер и дендролог Елена, компания «Землячист». Разработка проекта ландшафтного дизайна начинается с выезда ландшафтного дизайнера на участок компании с опытным инженером. Для чего нужен инженер, вы поймете позже. Прежде всего, происходит знакомство с хозяевами участка. Мы узнаем их запрос. В большинстве случаев у людей есть представление, какой должен быть их идеальный сад. Красивый, комфортный и легкий в уходе. Люди знают, чего они хотят. Задача ландшафтного дизайнера – их выслушать, понять их пожелания. И хотя у всех свое видение красивого и удобного, мы всегда ориентируемся на пожелания людей. Основные задачи проекта – продумать не только красивый, но и комфортный, удобный сад. И на первом выезде мы можем дать основные рекомендации по планировке сада. Зонирование участка. Здесь основная рекомендация может быть по расположению плодового сада. Он должен располагаться в самой солнечной части участка. А зону отдыха – наоборот. Лучше располагать в той части участка, где присутствует тень, хотя бы половину дня. Если терраса дома выходит на северную сторону, то необходимо сделать защиту от ветра. Видовые точки участка, такие как цветники, акцентные растения, должны быть видны из окон дома, с террасы, зону отдыха. А зона барбекю должна располагаться как можно дальше от дороги и недалеко от террасы. Водоем должен располагаться дальше от крупных деревьев, чтобы опавшие листва и хвоя не засоряло водную гладь. В процессе проектирования мы продумываем не только эстетику сада, но и удобный уход в дальнейшем. Например, зона газона проектируется с учетом размеров газонокосилки. По возможности не создаем маленьких участков, которые необходимо стричь ножницами или триммером. Вообще вопрос ухода очень важен. Пример. Участок уже обжитой, есть зона газона, цветники посажены хаотично. И за газоном очень сложно ухаживать, очень сложно обкашивать существующие растения. Мы можем сразу предложить решение объединить цветы нескольких крупных цветников, оградить садовым бордюром и замульчировать древесный король. В ходе выезда мы также определяем особенности участка. Рельеф, почва, направление ветров, наличие насаждений на участке, архитектурная стилистика дома и других построек, которые в дальнейшем должны быть увязаны с общей концепцией. Инженер на объекте. Нужен как раз для того, чтобы определить, какие инженерные сети в рамках общего благоустройства участка должны быть проложены. И еще один важный этап, который мы делаем во время первичного выезда – фотофиксация и замеры участка. В идеале, когда у заказчика была сделана геодезическая съемка и есть актуальный топографический план участка. Важно, чтобы он был с точными размерами. Размеры, несоответствующие реальной ситуации на участке, могут перекосить весь проект. Да и расчеты объемов будут неточными. Поэтому мы всегда делаем контрольные замеры. Итогом выезда на участок общение и замеров становится концептуальное решение. Это план, в котором дизайнер отражает основную идею. План включает концепцию по функциональным зонам участка. Езная зона, зона хозпостроек, зона огорода, зона плодового сада, зона отдыха. Также прорабатываются дорожно-тропиночные сети, расположение малых архитектурных форм, древесно-кустарниковых насаждений, цветников. Все это согласовывается заказчикам. Носятся корректировки, если необходимо. И только после этого начинается разработка проекта ландшафтного дизайна. Из каких этапов он состоит? Дендроплан – это план посадок, где и как сажать древесно-кустарниковые насаждения. В дендрологическом плане мы совмещаем красоту, практичность и стараемся уместить все в бюджет. При разработке дендроплана мы обязательно учитываем диаметр кроны растений на перспективу, чтобы дать растению возможность расти и развиваться. После согласования дендроплана мы просчитываем смету, которая содержит стоимость растений и их посадки. Стоимость растения напрямую зависит от качества. При выборе растения мы учитываем не только его декоративность, но и в перспективе жизнеспособность. Один из самых важных факторов, который напрямую влияет на приживаемость растений – корневая система. Она должна быть не меньше стандартных размеров, хорошо сформированная, плотная. Это можно оценить визуально. Кроме этого, необходимо убедиться, что корневая система была сохранена от разного рода повреждений и, главное, от иссушения. Также, если растение напрямую из питомника, то выкопка должна быть осуществлена в правильное время года – весной или осенью. Много нюансов, которые на первый взгляд не видны, но очень влияют на приживаемость растений. При покупке растений необходимо обязательно убедиться, что растение не заражено болезнями или вредителями, так как по закону растения обмену и возврату не подлежат. Ассортиментная ведомость – спецификация для дендроплана. Состоит из названия растений, количества и высоты на момент покупки. Посадочный чертеж – технический чертеж с размерами, где какое растение будет посажено. Зачем это нужно? Представьте ситуацию, но участок одновременно привозят все купленные растения и разгружают в одно место. Благодаря посадочному чертежу мы все расставляем по местам. Все наглядно и мы согласовываем все с заказчиком, делаем посадки. В создании сада – это совместная творческая работа владельца сада, ландшафтного дизайнера и инженера. Все это делается для того, чтобы улучшить характеристики участка и повысить комфорт, либо чтобы устранить проблему участка, например, обводненность. Задача ландшафтного дизайнера – чтобы все было согласовано с посадками, а также было красиво. Красиво должно быть всегда. Например, все элементы сада должны гармонировать со стилистикой построек. Мочение тех же дорожек – брусчатка – должна подбираться под стилистику дома. Например, если дом из сруба, то лучше выбрать более природные текстуры, такие как гранитная плитка или песчаник. Растения нельзя сажать на коммуникации. Например, растение, посаженное на дренаж, со временем погибнет, так как ему не будет хватать влаги. Растения, посаженные над коммуникациями, могут мешать доступу к этим коммуникациям в случае необходимости. Каждый из этих этапов согласуется с заказчиком. Получается готовый проект, которым продумано все до мелочей. И только когда он полностью готов и согласован, начинаются работы по благоустройству. И на основании проекта можно создавать прекрасные загородные участки, которые радуют их владельцев. Грамотное зонирование пространства, продуманная функциональная инженерия, удобная дорожно-тропиночная сеть, единой стилистики с архитектурой, красивые и малоуходные растения. Идеальное место для жизни. Если вы хотите, чтобы у вас также горели глаза от вашего участка, свяжитесь с нами, и мы поможем вам создать такую красоту. С вами была Елена. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!